Я хочу рассказать о тех идеях по образованию, которые мы используем в нашей микрократуре. Сначала про первую. Идея называется образование через шоу. Казалось бы, есть две очень часто противоставляемые друг другу вещи. Это собственно шоу и собственно образование. Это две противоположности, в соединении которых, надеемся, даст существенный эффект. Что хорошо в шоу? То, что оно зажигает. То, что хочется двигаться, бегать, совершать чего-то. Ну, например, на каком-нибудь концерте. Что хорошее в образовании, вы на этом здесь и так понимаете. Всего этого дела есть несколько аспектов, которые я хотел бы рассказать, про которые мы сильно думали. Аспект первый. Он называется Science Art. В общем-то, это даже большой тренд, который связан с тем, что не новые изобразительные, ну, скажем так, арт-тусовка ищет новые изобразительные концепции. А наука стремится к популяризации. Соединение получается Science Art. И, ну, можно привести всяких разных примеров. Например, «Танцы молекул» известный ютубовский ролик. Например, недавно прошедшая в Москве выставка генерации поверхности математическими методами. Ну, соответственно, к отлительности можно найти. Второй аспект – это неизбежная в современном мире важность образа. Важность картинки, которая может описывать в более простом способе очень сложные вещи. Вышли мы на эту мысль, когда я работал в компании «Прогрессор» с развитием городов. Дело в том, что, как обычно делаются городские стратегии, это собирается куча экспертов, пишет толстый документ, который по всем задумкам и по тому, как должна работать стратегия, должен быть известен очень большому количеству городских жителей. Естественно, так никогда не работает, потому что, ну, кому нужен этот пыльный документ, который лежит где-то там в полке стола. Мы работаем сейчас со стратегией достаточно по-честному, то есть и нам действительно надо находить реальную стратегию, а не бумажную. И мы столкнулись с группой архитекторов из Минска, которые вот принесли к нам идею важности образа. Ну, к примеру, можно посмотреть одну из городских стратегий, возможную городских стратегий «Город Новышний Булачок» и концепцию архитектурного обравления всего этого дела. Когда мы имеем такой картинку, такой образ, объяснять, чего мы хотим и куда действительно развивается город, это сложнее еще. Становится существенно проще. Следующий аспект – это неледийность всего происходящего. Ну, возьмем там вполне как бы шоу TED с вполне очень понятным образовательным содержанием. Оно абсолютно медийное. И мы думаем, что очень много образовательных форматов будущего будет медийным. Это тоже входит в нашу общую идею, которую мы называем образование через шоу. Следующий аспект – это тренировка образного мышления. Если шоу, а составляющая часть шоу используем в игру, она позволяет спокойно двигаться в абстракциях и спокойно оперировать образами тех вещей, которые могут быть только представим. Как известно, может, такая очевидная мысль, любой хороший ученый – это очень много образного мышления. Если внимательно посмотреть на те аспекты, которые я сейчас вот так, голубым по европам перечислил, то становится понятно, что все эти элементы – это элементы скорее синтетического мышления, чем аналитического. Чем эти два типы мышления отличаются? Синтетическое и аналитическое. Анализ, он всегда разбивает любой исследованный объект, любой объект, с которым мы работаем, на элементы и находит их взаимоотношения, как шестеренки друг друга зацепляются и какой из этого будет эффект. Аналитическое, синтетическое. Видит синтетическое мышление, видит объект полностью и скорее исследует взаимосвязи другого рода, которые дают ценности объекту, которые позволяют найти самоотношение объекта, с которым мы работаем, со всеми окружающими. Со всеми окружающими снижениями.